приветствую вас друзья мои это наш рижский международный автовокзал пункт международного и междугородного автобусного сообщения вот и здание это было построено в прошлом веке в 1964 году то есть ему уже 59 лет это наш торговый центр сзади стокман здание кинотеатра внутри идет строительство международной железной дороги и а балтика так здесь будет проходить путь железнодорожный а это здание вокзала и мы сейчас можно отсюда с улицы пройти прямо на платформы с улице можно войти в кондитерскую но можно сойти и из зала и нарвисон здесь тоже есть который торгует прессой билетами на общественный транспорт вот здесь можно выйти на улицу из этого кафе который внутри вот так здесь можно пообедать перекусить и вот такой вот шумный как и все вокзалы автовокзал и так здание зал этого вокзала здесь кассы международные газ кассы там правом крыле что здесь есть багажное отделение там правее наверху зона отдыха табло с расписанием вот здесь можно перекусить попить кофе с мобильные телефоны и аксессуары на втором этаже туалеты здесь есть лифт подняться туда там прямой проход с улицы на площадку прибытия и убытия автобусов кофейные автоматы тут со всех сторон стоят здесь нарвисон где можно купить прессу воду мороженое все что сопутствует в пути помог поможет так здесь можно перекусить также а в этом латвия с бальзам здесь можно купить бальзам и вот впереди кассы эколайна фирма которая обслуживает перевозку международную если сувенирный лович сегодня почему-то закрыт вот так мы обошли зал этого вокзала здесь автоматические камеры багажа вот такой вот наш вокзал я не сказала что зал ожидания круглосуточно работает вот и пассажиры с билетами могут находиться в зоне отдыха наверху с полуночи до пяти утра вот камеры для багажа я показывала кафе показывала вот и на втором этаже есть ванны и душевые есть номера одноместные и двухместные вот такой вот наш вокзал автомат автобусный автовокзал и они обслуживают не только международные но и внутренние рейсы вот историческое место потому что буквально за этой железнодорожной насыпью старая рига он виднеется собор петра старая рига между старый значит старым городом центральным рынком который справа и вот там в районе этих кранов высотных железнодорожный вокзал вот здесь и находится автобусный вокзал на берегу этого канала недалеко от набережной до оговы вот она там буквально за дорогой которая называется красно береговая вот все эти рейсы выполняются на современных автобусах вот раньше называлась фирма нордека теперь она приватизирована какое-то акционерное общество вроде бы в двухтысячных вот автобусы комфортабельные в салонах оборудованы биотуалеты а также сидение очень удобные предлагают закуски напитки горячие вот потом мы с вами еще посмотрим буду выходить сам зал вокзала а мы провожаем своего дорогого племянечка так то на автобусе вот этот канал рижский канал здесь он втекает из даугавы в этом месте возле рынка центрального и течет вокруг всей старой риги вот он был выстроен на месте валов здесь были валы оборонительные их снесли и потом организовался вот этот канал в середине 19 века где-то 1850-е годы длина этого канала по всей периметру по всему периметру старой риги 3 километра и 200 метров 14 мостов имеется вместе с пешеходными и вот здесь вот центральный рынок начиная с рыбного павильона дальше бакалея гастрономия был молочный теперь там бутики разные и торцом стоит мясной а здесь зона прибытия и отбытия автобуса автобуса вот такой у нас автовокзал вот такая здесь площадка вот а здесь железная дорога это идет из юрмала электричка на вокзал вот это уже новая строится здесь и дальше продолжается строй стройка этого железнодорожного пути реал балтика реал балтика будет соединять западную европу с финляндией со скандинавией вот такая панорама чайки летают рыбку ловит в канале вот сколько чаек сколько чаек вот разлетались разгалделись все выходит нас племянничек уезжает на втором этаже все пока вот посадили мы в автобус своего любимого племянничка и пойдем в сторону выхода с автовокзала вот и рига баузка здесь от местные идут в прибалтику в эстонию в литву и как я уже сказала западную европу украина польша так вот пойдем потихонечку к выходу итак уходим с территории посадочной и территории прибытия вот и все сюда в Латвию можно было въехать только через Евросоюз путешествуя путешествуя вот так здесь оформлена зона здесь можно напрямую выйти а мы пройдем так как и выходили